Актеры завершат большие летние гастроли в нашем городе. А подробнее нам расскажет главный администратор Омского государственного театра «Галерка» Наталья Шверст. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а почему именно театр называется «Галерка»? Да, действительно много вопросов. Нам часто задают этот вопрос. Сейчас я вам расскажу. Это интересная история. Наш художественный руководитель, основатель театра Владимир Федорович Витько, он заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации, начинал свой творческий путь в Казахстане, в театральной студии, в которой он занимался, называлась «Галерка». Ну, затем он, конечно, в то время не думал о том, что он станет создателем театра, но когда появилась такая возможность, и он решился на это, то о названии театра вопроса не стояло. То есть он сразу захотел назвать «Галерка». Во-первых, потому что это связано с его личным путем, а во-вторых, потому что это название очень отражает дух нашего театра. Потому что на «Галерке» собирается в основном наиболее демократичный зритель, не тот, что в портере, который приходит на премьеру, чтобы показать свои бриллианты, допустим. Это демократичный зритель, но это тот зритель, который больше всего любит театр, влюблен в театр и ходит, используя любую возможность, лишь бы посмотреть новую постановку. Поэтому «Галерка» — это и историческое название, и название, которое отражает суть духа нашего театра. А сколько лет театру? Театр основан в 1990 году. Это были такие непростые времена в нашей стране, когда сложно было с финансами, какие-то сложности были политические, перестройка шла полным ходом. И тем не менее, в такие сложные времена нашему руководителю удалось создать театр, который он задумал его как маленький театр, который будет немножко кочевой, то есть будет легкий на подъем, легко перемещаться. Но со временем театр получил свое здание, свой статус государственный, свои награды, и таким стал уже более существенным весом, хотя, по сути, мы молоды по возрасту и по духу. И какое творческое кредо вашего театра? Да, основатель театра сразу избрал творческое кредо — это приверженность классике. То есть что касается и режиссерского исполнения, то есть это спектакли в лучших традициях русского психологического театра. И также материал, который выбирается для постановок, он достаточно классический. Есть в нем и современники, такие как Василий Распутин, допустим, Крупин современный, драматург Михаил Задорнов, но тем не менее, это вот такая приверженность классике. Классика в основном. А если говорить о репертуаре в целом и о драматургах, с которыми Вы работаете, кого можно выделить? Да, ну это все такие известные имена в отечественной драматургии. Это Толстой, это Достоевский, это Шаховской, Сологуб. В общем, такие известные имена, которые действительно составляют цвет лучше представителей классического нашего драматургии и литературы. А жанр, в котором Вы работаете, какой основной? Сейчас у нас в репертуаре больше всего комедии. Возможно, это отчасти связано с тем, что этот жанр очень востребован среди зрителей, потому что когда мы ставим... У нас есть и серьезные постановки в репертуаре, это Булгаков, Дни Трубиных, это Достоевский, братья Карамазовы. Но зрители, мы слышим их мнение о том, что хочется чего-то такого, чтобы радовало душу, что, может быть, не заставляло бы задумываться очень глубоко или какие-то сложные эмоции испытывать. И поэтому можно сказать, что мы прислушиваемся к этому мнению и ставим много комедий. Но тем не менее, это не какие-то легкие поверхностные комедии, это все комедии со смыслом. А как у Вас складывается отношение с Достоевским? Он четыре года провел в Омске в каторге, за это время он очень мало написал, да? Но, как полагается, что основные произведения, как раз у него, идеи основных произведений у него появились в Омске. Да. Исследователи творчества Достоевского говорят о том, что в Омске произошла трансформация с Достоевским, да, и он стал философом после вот этого времени, проведенного на каторге. Поэтому в нашем городе очень много связано с Достоевским. У нас есть музей литературный Достоевского, университет Достоевского, ну, в общем, очень много связано. И наш художественный руководитель взял в работу роман Достоевского «Братья Карамазовы». Кстати, с одним из персонажей, прототипом персонажа романа, как раз Федор Михайлович познакомился, отбывая наказание на каторге в Омске, да? Это вот вместе с ним отбывал наказание человек, который был обвинен в отцеубийстве, и потом был оправдан. То есть выяснилось, что убил не он, а слуга. Вот. И вот этот прототип стал, вошел в роман, то есть стал персонажем романа. Вот. Режиссер пять лет работал с инсценировкой романа, то есть вначале она была очень большая, то есть первая читка шла больше восьми часов. Вот. И потом со временем немножко выкристаллизовывалось, и, в общем-то, он в своем спектакле взял только одно направление детско-родительских отношений. То есть спектакль получился очень удачным, он получил награды на международном фестивале. Вот. И такое-то наше достояние, наша гордость этот спектакль. Поэтому отношения с Достоевским у нас очень такие серьезные. Наталья, вы сказали, театр легкий на подъем, а вы часто гастролируете? Часто театр выезжает? Да. Театр в связи с тем, что он легкий на подъем, часто выезжает в связи с тем еще, что у нас в городе наше здание, которое принадлежит театру, сейчас находится на реконструкции уже 12 лет. То есть здание театра снесли полностью, две стены от него осталось, его реконструируют, он увеличился в три раза. В этом году мы вот отпразднуем счастливое новоселье, наконец-то долгожданное. Вот. И, возможно, еще в связи с этим мы очень много гастролируем. То есть это и восток страны, и Улан-Удэ, и Иркутск, и центральная часть, и мы были в Европе, во Франции, в Италии, были в Киеве, очень успешно у нас были гастроли. И, в общем-то, мы очень много ездим, то есть это в год обязательно несколько поездок, 3-4 города. А в Севастополе вы привозили уже свои спектакли? Вот. В Севастополе мы впервые. То есть для нас это такое открытие, открытие этого региона, открытие этого прекрасного города. Руководители нашего театра и руководство театра флота Лавренева, имени Бориса Лавренева, познакомились на одном из профессиональных встреч, каких-то совещаний. Я сейчас точно не знаю, фестиваль это была или конференция. Вот. Сразу как-то прониклись, поняли, что они смотрят в одном направлении, сложились приятельские отношения. И мы стали мечтать о том, чтобы когда-то мы сможем приехать в Севастополь, а также коллектив театра Лавренева приедет к нам в Омск. Вот. И сейчас вот только в этом году удалось действительно осуществить, потому что очень большая была подготовительная работа, связанная с финансовыми вложениями и с документами, организационными вопросами. Поэтому вот в этом году мы счастливы представить наши спектакли. И какие спектакли вы привезли в Севастополь? Да, это спектакли «Два русских водевиля». То есть это все классические постановки, как у нас в театре, да, это и принято. «Два русских водевиля», современная комедия по известному юмористу Михаилу Задорнову, «Последняя попытка». Это пьеса Алексея Толстого «Касатка», очень известная его пьеса. Спектакль называется «Вино любви». А также «Жемчужина», я думаю, этого репертуара гастрольного станет спектакль по пьесе Аркадия Аверченко, который севастополец, да, уроженец Севастополя. Спектакль называется «Казанцевское дело». То есть вначале мы его назвали одноименно, как и пьеса, называется «Игра со смертью», но зрители отпугивало слово «смерть» в названии. Вот, и мы изменили название, теперь называется «Казанцевское дело». И чем интересна эта пьеса, что это единственная такая полновесная, достаточно полнокровная именно драматургическая работа, потому что очень много у Аверченко коротеньких филейтонов, рассказов, а это здесь такая большая настоящая пьеса для театра. А почему выбор пал на это произведение? То есть чем заинтересовало это произведение режиссера? Да, вот так сложилось, что режиссер искал пьесу для того, чтобы поставить новую, сделать новую постановку, перечитывал разные пьесы и случайным образом наткнулся и очень удивился, что у Аверченко есть такая вот серьезная большая пьеса. Вот, и когда он уже взял в работу, и когда мы уже разместили рекламу в интернете, у вас в городе есть следователь жизни и творчества Виктория Меленко, жизни и творчества Аркадия Аверченко. Она увидела в интернете, написала нам, и мы выяснили, что больше, около ста лет эту пьесу никто в России не ставил. То есть она единожды была поставлена в Севастополе, и только вот теперь, спустя сто лет, Омский театр взял в работу эту пьесу. Это удивительно, вот, и так сложилось все, что мы едем на гастроли в Севастополь, конечно, мы не можем поехать без этого спектакля сюда. А в вашем репертуаре давно эта пьеса? В прошлом году, летом прошлого года мы закрывали сезон вот этой премьеры. Вы говорили, что таким образом получилось, что познакомились на каком-то фестивале с севастопольцами, и они вас пригласили на гастроли. Да, да, в общем, не то, что пригласили, но мы стали обсуждать эту возможность, потому что для коллектива нашего театра, конечно, это приятно побывать в таком городе, на берегу Черного моря, такое легендарное историческое место, уникальный город по своему расположению, по своей истории. Для нас это будет, ну, не просто возможность показать свое творчество, да, в одном из регионов России. Это будет действительно возможность посетить такой замечательный город. А вы часто принимаете участие в фестивалях? Да, обязательно. У нас очень много наград, то есть если их перечислять, это больше полчаса, думаю, займет несколько печатных листов. То есть те награды, которые мы получили, это и международные фестивали, театральные, это и фестивали, которые распространяются на территории Российской Федерации. Буквально в этом месяце мы вернулись с фестиваля, который называется «Зрительский успех», фестиваль комедии. Он проходил в городе Красноярске, этот фестиваль был по Сибирскому федеральному округу, мы там получили награду за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Поэтому вот зрительский успех нам сопутствует, я думаю, что в Севастополе тоже мы покажем все самое лучшее, все свои лучшие спектакли. А у театра «Галерка» есть свои театральные приметы? Театральные приметы, это сложно, но, конечно, творческие люди суеверны. Я знаю, что там артисты, что-то там такое, нужно на роли как-то посидеть, если ты ее уронил, потому что это плохая примета, если ты уронил роль из рук, ну, напечатанную текст. Вот, то есть до премьеры нельзя поздравлять друг друга с премьерой, и мы не разрешаем друг другу говорить, что вот с премьерой мы говорим только после того, как пройдет спектакль. Вот, также есть такая примета, что в театре нельзя щелкать семечки. Вот, в общем-то, как бы, не знаю, кто-то верит в это, нет, но стараются все-таки этого не делать. В общем-то, некоторые приметы есть. У нас время, к сожалению, подходит к концу, и скажите, что для вас значит театр? Театр — это что-то такое, что делает нас лучше, делает нас лучше, добрее, заставляет задуматься о каких-то важных вещах, потому что в беге времени, в суете мы иногда забываем сказать «люблю» близкому человеку или сделать доброе дело. Когда ты приходишь в театр, ты выходишь от другим человеком, ты вспоминаешь, что есть на свете доброта, что она победит, обязательно добро победит зло. Я думаю, что театр — это то, что делает нас лучше. Спасибо, Наталья, за беседу. Сегодня мы беседовали с главным администратором Омского государственного театра «Галерка» Натальей Швирст. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. До новых встреч!